Итак, дорогие друзья, доброе утро, доброе утро, всем привет, я сяду так, чтобы не быть слишком блестящим, чтобы не блестеть особенно ярко. Хорошо, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, высшую мудрость, которая только есть в мироздании, и Яков Шатадин нас смотрит, мы спокойно тогда можем продолжать изучать девятую главу, и мы дошли уже до чего, мы дошли до Рошхо-де-Шадар, кстати, сейчас начинается начало месяца Адар, Миши Нихнас Адар, Марбим Басим Ха, вот грязно, как это было, Миша, Миша, Миши Нихнас Адар, Марбим, Марбим Басим Ха, увеличиваем радости, сейчас месяц начинаются радости, и значит, вот изучают Медила Тестер, осталось у нас до Пурима, получается, 15 дней, 15 дней всего осталось до Пурима, две недели, а потом через, после Пурима, через месяц в Пейсах, а в этом году два Адара, да, или в этом году один? Один, значит, все, осталось до Пейсаха полтора месяца, все, и начинается новый цикл, новый цикл в мироздании, весна это новый цикл, интересно, зима в этом году прошла, очень странная, очень странная зима в этом году, вообще мир как-то меняется, мы вот видим своими глазами, что мир меняется на наших глазах, просто все, все, Алекс Чудеевич с нами, Алена Эйфория, все, мир меняется на наших глазах, и мы увидим, я думаю, что мы должны увидеть Машеха, то есть мы увидим, вот наше поколение должно увидеть какое-то кардинальное изменение мира, и это кардинальное изменение мира, даже пророки, вот мы когда читали книги пророков, как это будет, они, у них не было просто слова писать, как это будет, не было у них даже представления о том, как это все будет, потому что в то время не было, ну для описания не было элементов, вот например, говорят там, будет война, последняя война Гога и Магога, какая будет война, как это будет, там может это дроны какие-то будут летать, еще через год, через два, уже как бы войны как таково не будет, потому что будут сидеть с компьютерами такие программисты, и будут лететь эти дроны, которые будут залетать куда надо, стрелять лазерами, взрывать мини-атомные бомбы на каких-то объектах, и все, то есть мало этого, еще будет, знаете как будет, мне кажется, будет, сейчас же все через интернет идет, все равно все эти системы, они как-то все подключены к интернету, и через интернет будут заходить все эти там вирусы какие-то и так далее, в, все, Иска Коминцы нас смотрит, мы с Иска Комича учились в Ешиве, я помню, 20 лет назад, Алекс Поделка, все, значит, мы продолжаем изучать девятую главу, чтобы знать, как ко всему этому относиться, и вообще выстраивать свое мышление по Торе, значит, мы остановились на том, что в начале царь Соломон он обращался, обращался к наивным, и к хасер-лев, и к тем, кто не, и к эмоциональным, то есть шло обращение к наивным, оставьте всю ту наивность, в которую вы верили, и, значит, вот вам есть Тора от Бога, от пророков, значит, все понятно, все спокойно, наивным проще всего, то есть он, как бы, ну, простой такой, простой человек, это как есть четыре сына в Пасхальной Агоде, и есть первый там наивный такой, там, он говорит, что это у вас за служение, ему объяснили, и он начинает действовать как надо. Второй это хасер-лев, эмоциональный такой, его эмоционального, его бросают, хочу, не хочу, делать, не делать, ему посоветовал царь Соломон, чтобы ходить и путями логики, то есть усиливайте свое интеллектуальное начало, изучайте Тору, заучивайте наизусть, вот я в свое время, когда сел в Ешиву, я учил пертьевод по учению отцов наизусть, очень хорошо работает, вот ты учишь наизусть, учишь, повторяешь, повторяешь, у тебя голова занята, у тебя нет времени на эмоциональные какие-то всплески, то есть ты все время находишься в интеллектуальном таком напряжении. Теперь дальше, седьмой, значит, шестой отрывок мы изучили, седьмой отрывок сегодня, да? Но дальше есть еще две категории, с которыми не так просто. Седьмой отрывок царь Соломон говорит так, Значит, есть еще две категории людей, к которым обращается царь Соломон, и он нам говорит, что эти люди, они очень необычные. Значит, летс это насмешник и злодей. Значит, насмешник это такой человек, который насмехается над всем, он просто насмехается над всем, он такой циник, насмешник, который насмехается над всем. Ему все смешно. В принципе, позиция понятная, и, ну, она для человека удобная, потому что ты тогда создаешь у себя такую прочную броню против всех влияний мира. То есть ты, и эта броня, у меня есть один такой друг, не буду сейчас называть, как его зовут, он очень над всем насмехается, шутит, такой ходячий комедий-клаб. И он над людьми шутит, над собой шутит, не обижается, когда над ним шутят, то есть обратная сторона медали. Тот, кто насмехается над людьми, он как бы сам нечувствительный к насмешкам, потому что, ну, для него это нормально. Теперь, значит, говорит нам царь Соломон, если ты пытаешься такого поучать, насмешника, так тот, поучающий насмешника, you sir, let's, тот, кто его пытается привести к добру, к торе, он на себя получает позор. Тот ему говорит, ты что вообще, а ты кто, поп, что ли, или папа римский, или мать Тереза. Значит, шутку какую-нибудь такую даст. Береженого Бог бережет, сказала монашка, одевая на свечку средства предохранения. Или есть у них такие, у насмешников есть. Есть у насмешников, это я про насмешника, как он отвечает на увещевание по торе. Или если я одного пытался насмешника, ну, как бы, говорить, что надо в Бога верить, там это самое, а он говорит, о, говорит, я тебе сейчас расскажу. Значит, звонок в дверь, открывает такой мужчина дверь, стоят двое такие одетые, ну, как проповедники такие, и говорят ему, здравствуйте, вы не хотите на нас квартиру свою переписать? Он говорит, в смысле? Они, ой, извините, давайте поговорим про Бога. То есть, насмешник, его не зацепишь, у него на все есть вот такая вот насмешка. Поэтому сказал нам царь Соломон 3000 лет назад, тот, кто пытается поучать насмешника, он вызовет на себя позор. Ну, то есть, клон это как смех, то есть, тот его высмеет самого же. Ты его пытаешься поучать, а он тебя, значит, высмеивает. А обличающий у мухи ахлераша мумо, а тот, кто злодея пытается увещевать, получит на себя его же грех, мумо, так как его, его, мумо, это увечья, мумо, это вот там хромое, кривое, порча, его же порча. То есть, ты злодею говоришь, ты, значит, там, злодей. А он тебе в ответ что говорит? Я злодей, ты злодей. И он тебе начинает доказывать, что злодей ты. То есть, еще, еще хуже, то есть, ты на него, как только ты пытаешься на злодея, его исправить, его увещевать, он в этот момент, он же злодей, он берет твоим же оружием и тебя же ломает, и против тебя идет, и для него доступны любые средства, предупредил нас царь Самон. Поэтому со злодеями лучше вообще не связываться. Восьмой отрывок. Аль-То-Хэ-Ах-Лэц-Пен-Ис-Наэха. Он говорит, не увещевай насмешника, может, он тебя возненавидит. То есть, здесь есть такая интересная вещь, что его лично увещевать нет смысла. Он тебя, ну, то есть, когда ты кого-то критикуешь, любая критика вызывает ненависть. Это факт. И говорит царь Самон, говорит людям, которые верят в Бога, там, в Тору, во все хорошее. Помните, когда ты кого-то критикуешь, вот даже насмешника, то он может тебя в ответ возненавидеть. Ты хочешь как лучше, но ты и своего результата не достигнешь. Еще вызовешь на себя негатив. Теперь, Увещевай мудреца, он тебя полюбит за это. Тут очень удивительная вещь. Есть такая часть системы, называется радикальное прощение. Он на этом построил всю свою систему. Колин Типлинг, его зовут, психолог он. Вот Борис, от этих людей, вот чуть-чуть позже я отвечу на этот вопрос. Этот Колин Типлинг, он говорит, смотрите, есть прощение, это когда ты считаешь, что кто-то виноват по отношению к тебе, а тебе все равно приходится его прощать. Радикальное прощение, когда ты понимаешь, что везде действует Бог, и тебе абсолютно вообще, ну, ты не можешь обижаться, никто тебе ничего плохого в принципе не сделал. Поэтому он называется радикальное прощение. То есть ты понимаешь, что все даже неприятности, которые у тебя есть, это любовь Бога к тебе так проявляется для того, чтобы ты исправил что-то в себе. Не в других людях, в себе. И это любовь Бога. И это то, что здесь написано. Увещевай мудреца, и он тебя полюбит. То есть сидит мудрец, и он понимает, что все от Бога. К нему кто-то подходит и говорит, что ты тут расселся? А мудрец такой говорит, да, это мне Бог сигнал шлет, что, наверное, у меня эго выросло. Надо мне, спасибо тебе, добрый человек, за то, что ты мне подсказал, что у меня эго слишком большое. Ты там знак, знак, ты ангел вообще. Тут говорит, не, я просто хулиган, выходи отсюда. Он такой мудрец думает, так, значит, если он хулиган, и он такой небезразличный человек ко мне, вот он все равно там хулиган, а вот он именно обратил на меня внимание, какой молодец этот хулиган. То есть это не то, чтобы он там ударили по лево, а подстав право. Не, он может и милицию вызвать, мудрец и все. Но он в этот момент, он вот этого человека, он его все равно любит. Почему? Потому что, если у него внутри любовь, так у него внутри любовь. Ему классно. Если у него внутри ненависть, то ему плохо. То, что он действует по закону и по необходимым, ну, как правильно, рационально, это не отменяет одно другое. но если человек насмешник и так далее, то, то есть все, что человек внутри чувствует, это его производство. Он сам произвел. Если я чувствую ненависть кому-то, значит, я ее произвожу, и она внутри, она меня наполняет. Если я чувствую внутри любовь, это я ее произвел, она меня наполняет. То есть, и здесь вот написано так, что не увещевая насмешника, он тебя может возненавидеть. Почему он насмешник-то? Может быть, ему по-настоящему-то насмешнику и плохо, и это его защитная, как бы защитная его манера поведения, она его защищает. Я, кстати, думаю, вот у меня есть друг, который насмешник, да, такой. Это его защитная среда. То есть, он, видно, ранимый очень человек. У него очень такая, там, сложная была судьба. И это была его защита в школе, в детстве, в которой он создал себе броню, для того, чтобы отгородиться от внешнего мира. Но когда он создал себе броню, то он уже и хорошая даже не пускает. То есть, он себе, опа, отгородился, и все. Понятно, да? Теперь, значит, девятый отрывок. Тен ли хахам ваехкам от. О дали цадик в иосеф леках. Девятый отрывок. Дай мудрецу что-то, и он еще больше умудрится. Значит, о да, сообщи что-то цадику, праведнику, и он добавит леках. Значит, как это работает? Мне очень когда-то понравилось такое сравнение, что чем больше, чем больше человек знает, он как становится, как клубок такой, вот этой вот шерстной нити. И чем он больше становится, вот он на себя наматывает знания, наматывает, наматывает, потом он, когда этот клубок, он, ну, его если катать по земле, он собирает больше на себя пыли. Чем больше у тебя площадь знания, тем больше ты понимаешь. То есть, например, человек собрал уже знания Торы, вот у него есть знания Пшата. Первый уровень понимания Торы называется Пшат, простой смысл. Когда он простой смысл изучил, тогда ему становится доступен следующий уровень понимания Торы, называется Ремес, намек. То есть, он, а, вот тут написано так, тут написано так, он может эти вещи соединить. Оно ему одно на другое намекает. Если, в общем, одно на другое намекает, одно на другое соединяет. Потом третий уровень, когда он уже изучил полностью всю Тору, и он, у него есть уже этот уровень намека, у него открывается, ему следующий уровень называется Драж, то, что в ней зашифровано. Он знает уже не эти законы, с помощью этих законов он видит уже вглубь. Потом ему открывается четвертый уровень понимания Торы, Сот, тайна. Но он ему открывается только, если ему сообщили вот эти вот исходные предпосылки. То есть, Каббала это то, что он должен принять от мудрецов, которые получили от своих учителей, и так далее, и так далее. И тогда, тогда ему, чем ты больше знаешь, тем больше открывается. Это здесь написано, Тенли Хахам Ваихкам От. Дай мудрецу, и он еще больше умудрится, удалят цадик, сообщи цадику, в Эусе Флеках. Кто такой праведник? Праведник это тот, кто во всем делает, как Бог ему сказал делать. Пертьевод написано, что, кто такой Хахам? Как раз мы можем эту Мишну сюда добавить, чтобы она нам разъяснила то, что здесь написано. Пертьевод задается вопрос, по-моему, Бензама спросил его, Михахам, кто такой Хахам, кто мудрец? Алумет Миколь Адам, тот, кто учит от каждого человека. И что сказал царь Давид? Он сказал, что Миколь Меламдай Искалти, от каждого, кто поучал меня, я научился, почему? Потому что твое свидетельство, божественное, говорило со мной. То есть цадик, он отличается от мудреца, тем, что он видит во всем божественное проявление. И он через все соединяется с Богом. Это цадик, праведник. Он может быть не столь такой вот цадик ученый. Есть известная история, как во время, это было разное, главное расхождение между хасидами, и тоже те, кого называли Миснагдим, литовское направление. То есть раньше все евреи учили Тору, прям тысячелетия учили Тору и взаимодействовали с Богом через изучение Торы. Талмуд, устная Тора, письменная Тора, то есть это все было божественное знание, святость. А мир обычный, они воспринимали не как святость, а как место, в котором Бога нет, он скрыт. Пришел Бальшемтов, такой был великим мудрец около 300 лет назад, и он говорит, нет, Бог везде, Бог во всем, Бог в каждой вещи, в каждом человеке, в каждом проявлении, Бог наполняет все. И ты, если это осоздаешь и понимаешь, то ты можешь изучать, соприказаться с божественным через все. Это было главное их расхождение. То есть литовские евреи, они говорили, все только в Торе святость, а то, что не Тора, чем дальше от Тора, тем меньше святости. Бальшемтов говорил, нет, млохолярецкводо, то есть Бог наполняет, все наполняется божественной, вот этой вот присутствием, да, то есть энотмелевадо, нет ничего кроме него, поэтому, значит, поэтому, ну, поэтому вот хасиды, они видели Бога во всем. Теперь, значит, есть две истории коротких. Был такой Равьосев Ицкак Исполонова, Равьяков, Равьяков, Иосиф Яков, Равьосев Яков его звали, Исполонова, и он пришел к Бальшем, он был великий мудрец такой, и он пришел к Бальшемтову и говорит, хочу понять, что ты, чему ты учишь, что ты ему объяснил, чему он учит, что вот эта вот идея, что нет, все это божественное проявление, этот Яков, Равьосев Яков, мы его звали, Исполонова, он говорит, Идея хорошая, убедительная, но я не могу в нее поверить, не могу, я всю жизнь учил Тору, сидел только учил Тору, Бог в Торе, я понимаю, это его мысль, Бога там все понимаю, Бог везде, как бы идея хорошая, но я не могу в нее поверить, не могу перейти на твою сторону, что Бог везде, и он со мной разговаривает через всех, через все. Ему говорит Бальшим Ток, ты не можешь, ты не хочешь поверить, что значит ты не можешь, ты не хочешь поверить, что Бог с тобой разговаривает отовсюду, тот говорит, ладно, выходит он садится там в телегу, телега едет, и грязь такая, грязь, и значит телега застряла. И он выходит, идет какой-то мужик такой, крестьянин, вообще не еврей, крестьянин идет, и Бальшим Тов, не Бальшим Тов, этот Равьосов Яков ему говорит, помоги мне пожалуйста, помоги телегу вытащить. А тот ему говорит, я не могу, а тот ему говорит, ты не можешь, ты не хочешь, он ему говорит то же самое. А тот ему говорит, да, говорит, я не могу, я не хочу. То есть, и он понял, что это было как бы доказательство продолжения разговора, который между ними был, что Бог отовсюду, и он с тобой разговаривает, и он дает тебе сигналы, знаки и так далее, отовсюду. Это вот, и он стал главным тогда идеологом хасидизма, вот этот Равьосов Яков Исполонова стал главным идеологом. И здесь об этом и написано, что, значит, дай что-то, знание, хахаму, мудрецу, и он еще больше умудрится, сообщи цадику что-то, да, а сообщение, о да, это как, ну, такое прямое познание, да, это прямое познание. И он, Йосеф Леках, и он добавит, он оттуда возьмет Леках какой-то урок, да, то есть из всего можно сделать урок. И последняя история про двух, в одной деревне тоже жили один литовский раввин такой, который изучал только Тору, а второй там жил вот такой вот хасидский цадик, который с Богом соединялся через прямое познание. Но это был главный их спор, потому что, когда кто-то говорит, я с Богом соединился через прямое познание, а вдруг не соединился, а вдруг это неправда. Ох, есть еще одна история, третью расскажу, сегодня длиннее чуть будет урок, третью историю я должен рассказать вообще про, именно про прямое познание Бога. В общем, вторая история. Живет вот этот раввин, живет этот цадик. Приходит одна женщина с вопросом к этому цадику, какой-то был тяжелый сложный вопрос, и он дает ей, он такой подумал-подумал, говорит, вот так надо делать. И она делает, и у нее там получается. Когда об этом сообщили раввину, он говорит, откуда я не думал, что этот цадик так хорошо знает Иерусалимский Талмуд. В Иерусалимском Талмуде там-то и там-то написан ответ на этот вопрос. Я откуда, откуда как бы, я даже предположить не мог, что он учит, ну что он так глубоко знает Тору. И как-то они встретились, и этот раввин спрашивает этого цадика. Да, я не знал, что вы учили Иерусалимский Талмуд, это учат самые большие мудрецы Иерусалимский именно Талмуд, не вавилонский. Там вот, там-то, там-то написано то, что вы этой женщине сказали. А тот ему цадик этот говорит, а я никогда не учил этот Иерусалимский Талмуд, вообще не открывал даже. Тот говорит, а откуда же вы тогда знаете? А он говорит, а я знаю это оттуда же, откуда это знает Иерусалимский Талмуд от Бога. То есть так он ему ответил, но этот вопрос вызывает, ответ этот вызывает вопрос. Теперь последняя история из Вавилонского Талмуда. Значит, Вавилонский Талмуд, царь на выходный царь. Был царь такой, который велите Вавилонский царь, он разрушил первый храм. И у него во дворце, очень евреев он угнал в Вавилон, и у них была отдельная диаспора. То есть в Вавилоне был царь на первом месте, на втором месте был глава еврейской диаспоры. И только на третьем месте был там глава их парламента, ну и правительства. То есть это было прямо, Носи назывался, как еврейский царь, у них было самоуправление, все. Как сейчас в Америке примерно, плюс-минус. Ну как в Америке, в Америке тоже очень сильно еврейское, ну такое влияние огромное сейчас, как было тогда в Вавилоне. И вот там было два еврейских, они назвали себя пророки. И они, эти пророки, они, ну такие, Кашпировские, Распутины, они всегда есть, такие, которые пользуются духовным знанием для того, чтобы вводить людей в заблуждение, такие сектанты. И было два таких сектанта, которые, они там делали чудеса даже, ну такие. И, значит, в Талмуде, это в Вавилонском Талмуде рассказывается эта история. И как-то они встретили дочь на выходные цара, на каких-то придворных балах. И один другом, один ей говорит, о там типа, привет, у меня было сейчас пророчество, что ты должна вот с ним, значит, вступить в отношения. Второй такой головой помотал, говорит, а у меня пророчество, что с ним на второго. В общем, короче, по пророчеству она должна была с ним и с двумя вступить в отношения. Она ему говорит, вы знаете, я очень уважаю ваше мнение, но я пойду к папе спрошу. Приходит она к на выходный царю, к царю, и ему говорит, папа, вот такие вот два этих кадра, мне такие вот предлагают вещи, что делать? На выходный цар говорит, что-то не сходится. Я знаю точно, что еврейский бог, бог Израиля, он против разврата. Он категорически против разврата, только должны быть семейные отношения и все. Это что-то они, меня очень смущает их пророчество. А ну давай их сюда. Они вызывают их. Он им говорит, я знаю, от, было Михаэль Азария, Хананель, Михаэль Азария. Ну, в общем, было три пророка, которые не хотели поклоняться его идолу, их бросили в огонь даже. Я от них знаю, потом он с ними подружился, когда они вышли из огня живыми. И на выходный цар говорит, я знаю от них, что бог Израиля против разврата. Эти двое говорят, ну, слушай, они пророки, и мы пророки. Им бог так сказал, а нам бог так сказал. Какие к нам вопросы? Он может против разврата, но нам лично, мы пророки, он сказал вот так. На выходный цар подумал, задумался и говорит, вы знаете, говорит, их я проверял, а вас нет. Их я в печку бросал, они доказали, что они пророки, бог их спас. А вас я не проверял, так что давайте, парни, готовьтесь. Сейчас будем вас проверять, какие вы пророки, да. В печечку зажигайте, печут, говорит. Если они пророки, так должны, значит, они из печки выйти живыми. Авраам выходил, эти выходили. Они задумались тут. Они задумались, и они говорят, стойте, стойте, уважаемый на выходный цар, подождите секунду. Это не эксперимент не годится. Это неправильный эксперимент. Потому что их было трое, а нас двое. И бог ради троих, он чудо сделал, огонь остановил. А ради нас двоих, он чудо не сделает. То есть нечестный эксперимент. Тогда, значит, на выходный цар, он говорит, хорошо говорит, хотите, чтобы все было честно, справедливо? Да. Выбирайте себе третьего. Берите третьего, значит, кого вы берете, кто там у вас тоже пророк, святой. Они говорят, хорошо, мы согласны. Есть раби ушуа. Раби ушуа был последний первосвященник в первом храме. То есть на выходный цар, когда разрушил первый храм, он евреев угнал в Вавилон, забрал. И, значит, с ними ушел Еушуа, первосвященник, последний великий царик, первосвященник из первого храма. Он говорит, берите хорошо Еушуа. Хотите взять Еушуа, берите. И взяли Еушуа, первосвященника. Зажгли печку. Их троих кидают в печку. Честно, были ли, да? Талмуд говорит, да, двое сгорели, а Еушуа вышел. Вышел Еушуа, но у него сгорела одежда. Обгорела у него одежда. Это его потом, есть там в одной из книг пророков, он называет головешка, обгоревшая полено, спасенная из огня. И дальше Талмуд выясняет, а почему у него одежда-то обгорела. И начали расследование, почему у него одежда обгорела. Тоже там были разные идеи. Была идея, предположение, что почему одежда обгорела, потому что, когда они были втроем, те пророки, которые до этого были, значит, все-таки их было трое, а тут эти двое были злодеи. И у него одежда обгорела. Талмуд говорит, не, это не объяснение. Что это за объяснение? Разве оно выдерживает логическую проверку? Вообще нет. Потому что до этого был Авраам Авину, про отец Авраам, который по огню ходил и не сгорел, он один был. Для Бога, что один, что два, что три, нету. Это на выходной цар думал, и вот эти вот двое, что есть разница, двое или трое. Нету никакой для Бога разницы, одежда сгорела не поэтому. Это какой-то намек. И вот тут мы опять возвращаемся, что дай хахаму знание, мудрецу дай знание, и он еще больше умудрится. Дай какой-то случай, отдали цадик, дай праведнику какой-то случай, и он добавит себе урок. Значит, какой урок отсюда мы можем извлечь? Начали дальше копать. Оказалось, что у Иушуа первого священника, его дети, они женились на нееврейках. Есть второе предположение. Написано, что они женились на женщинах, на которых нельзя было жениться. Есть второе предположение, что коины, священники, они имеют право жениться только на девственницах, только первым браком, когда девушка выходит замуж. Они не могут жениться на разведенных тоже и на недевушках. То есть еврей должен жениться на еврейке. Коин, священник еврей, он может жениться только на еврейке с первый раз, когда она выходит замуж. И там написано, что они женились на тех, на ком нельзя было жениться, и для Иушуа, который был их отец, и который их воспитывал, это было намеком, и для нас намеком, что любой грех, который сделали мы или наше окружение, он все равно влияет на духовное состояние человека. И потом, когда человек умирает, у него вот эти все грехи, они на нем как бы остаются, и это как одежда для души. То есть заповедь это одежда для души, а грех это запачкать эту одежду для души. Поэтому даже в таких, нельзя сказать, что это мелочи, воспитание детей это самая важная вещь, которая важнее всего. Но это все влияет на душу человека, и нужно очень сильно беречь свою душу, беречь душу своих детей. А сейчас у нас месяц Адар, надо радоваться в Адаре. И отдаляться от насмешников, и отдаляться от злодеев. Все, это то, что мы сегодня поняли. Все, всем хорошего дня, радости, хорошего месяца. Вот Лидия Подгорнова сразу получила откровение, потому что праведник услышит и добавит себе леках, урок какой-то мудрости. Все, всем удачи, надеюсь, что все для себя что-то добавили. Всем пока.